Патриотическая акция «Непокоренный Кавказ» В Карачаево-Черкесском госуниверситете открылась выставка «Южный Маденн». Более 200 300 саженцев и различных пород деревьев будет посажено в Карачаево-Черкесии в рамках акции «Сохраним лес». Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» вести Карачаево-Черкесия, в студии Майя Хамдохова. Кадровые изменения. Указом главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова на должность первого заместителя председателя правительства республики назначен Дагир Рамазанович Смакуев. Он был депутатом четырех созывов Народного собрания. Последние пять лет занимал должность заместителя спикера регионального парламента. В качестве первого вице-премьера Дагир Смакуев, который является доктором сельскохозяйственных наук, будет курировать сельскохозяйственную отразнь, сферу экологии и природных ресурсов, а также межнациональные вопросы. В Хабецком районе прошла первая сессия Совета депутатов сельских поселений нового созыва. Глава администрации Хабецкого района Тимур Жужуев облагодарил депутатов четвертого созыва за проделанную работу и поздравил новоиспеченных служителей народа с избранием и пожелал плодотворной работы во благо района. На заседании были рассмотрены вопросы о районном бюджете и структуре администрации района. По всем вопросам были приняты соответствующие решения. Депутатам Совета четвертого созыва почетные грамоты за вклад в развитие местного самоуправления. По Хабецкому району у нас 15 депутатов Совета, 12 депутатов от «Единой России», 3 депутата от «Справедливой России». На повестке дня будут три вопроса. И у нас сегодня непосредственно встреча с депутатами. Ход работ на ближайший квартал будет закладываться, на четвертый квартал. Ознакомление депутатов с их должностными инструкциями, обязанностями. Кто будет курировать какие вопросы в каких комиссиях. У нас сегодня, как говорится, первый шаг к депутатской работе, в принципе, проводится. «Непокоренный Кавказ» – так называется акция, которую не первый год проводит в нескольких регионах Юга России группа ценителей истории нашей Родины. Участники автопробега по местам боевой славы посетили Усть-Джигутинский район. К патриотической акции присоединился корреспондент Артур Мхце. Стартовавшая в Краснодаре патриотическая акция «Непокоренный Кавказ» достигла Карачао-Черкесии. Участие в автопробеге по дорогам республики приняли представители ветеранской организации, а также все неравнодушные к родной истории люди. Почетных гостей в Парке Победы города Усть-Джигуты уже ожидали учащиеся образовательных учреждений, для которых это мероприятие, по сути, и должно иметь особое значение. Трудно создавать яркое, светлое будущее, если не ценишь достижения и важные страницы прошлого. Минувший 20-й век назван главным столетием истории. Век сплоченного, трудолюбивого народа. В первую очередь потому, что победили в самой кровавой и жестокой войне. История. Эта дорога в сегодняшний день. Школьники вместе со своими наставниками прошлись по важнейшим этапам героической обороны Кавказа. Напомнили о тех, кто защищал родную землю в тот период. И перекинули своеобразный мостик к нынешнему времени. И необходимости снова вставать на защиту рубежей нашей страны. Собственно, подготовка к столь значимому мероприятию как нельзя лучше помогла ребятам окунуться глубже в события, происходившие на этой земле 81 год назад. Здесь происходили одни из самых кровопролитных боев. Это музей героям перевала Кавказа. Это Марузский ледник, в котором нашли погибших наших замерзших солдат в леднике. После этого организовался у вас очень удивительный музей. Ну и понятно, бои. Это перевалы Санчарские перевалы, Марузский перевал, Кухорский перевал. Это практически, это Карачао-Черкесия. Поэтому здесь, надо сказать, остановили врагов. Благодарим организаторов. Люди все заинтересованные в сохранении памяти, в сохранении истории. Отдавшие этому виду деятельности, этим акциям, наверное, много времени. И сегодня мы хотели бы, конечно, встретиться с нашими ветеранами. На сегодняшний день у нас жив один ветеран, участник Великой Отечественной войны, Смородин Федор Владимирович, которому исполнилось 102 года. К сожалению, самих участников тех событий сейчас куда сложнее привлекать к патриотическим мероприятиям. Вместо посещения ветерана делегация непокоренного Кавказа отправилась в поселок Московский, где проживает человек, которого тоже можно назвать важной частью истории середины 20 века. И данные о нем хранятся в школьном музее. Начало Великой Отечественной войны Рамазан Адзинов встретил в родном для него Ленинграде. Тогда у него были другие имя и фамилия – Виктор Воронин. Последние свои дни в блокадном городе он помнит, как сейчас, и выезд на грузовиках через Ладожское озеро, и последующую отправку в более безопасное место. Ладожское озеро нас привезли, с машины прямо в вагон посадили нас. Вагон большой был, длинный, товарный какой-то. Почему сейчас говорю, потому что я уже знаю товары. И в вагоне мы сколько дней были, сколько сидели, я не могу вам сказать, и нас привезли в Карачаево-Черкесию сюда. Рамазан Магометович поддерживает связь со своими питерскими родными. Но теперь именно в Карачаево-Черкесии его родной дом. В 4-й гимназии поселка Московского участникам автопробега рассказали и наглядно показали, какую роль в образовательном процессе занимает патриотическое воспитание. Ведь пока жива память о событиях прошлого, как бы сохраняется и нить, связывающая поколение. Артур Махце, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Ужигутинский район. Сотрудники госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Хабецки устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего. Сообщение о происшествии в дежурную часть поступило 17 сентября около 13 часов 40 минут. На 18-м километре автодороги Черкеск-Хабец в ауле Малый Зеленчук водитель автомашины «Лада Гранта». 21-летний житель Черкеска допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Жители аула Малый Зеленчук 2011 года рождения. В результате аварии подросток с разными головы госпитализирован в медицинское учреждение. По данным полиции, водитель «Лада Гранты» был втрез. Призываем водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения и быть особо внимательными в населенных пунктах. Хочется также обратиться к родителям, чтобы они на постоянной основе проговаривали со своими детьми правила пересечения проезжей части, в том числе правила, предусмотренные для велосипедистов, которые собираются перейти через проезжую часть. Напоминаю, что ребенку, пусть это будет взрослый или ребенок, необходимо спешиться и перейти дорогу исключительно только в месте, где это разрешено. Всероссийская неделя безопасности дорожного движения проходит в Карачаево-Черкесии. На дорогах республики сотрудники госавтоинспекции вместе с учителями и юными инспекторами дорожного движения проводят акцию «Безопасные дороги». В этот раз в поле зрения контролеров оказались водители Хабетского района. Фатима Даурова подробнее. Эту тягу к игре, связанную со стремительным движением, с техникой, с автомобилями, работники ГАИ удачно используют для того, чтобы вводить в мир ребенка понятия, необходимые будущему пешеходу, велосипедисту, водителю. Юные инспекторы движения – это безопасность родом из СССР. Организации, в которой состоит почти полмиллиона детей, исполнилось уже более полувека. Приемник старых добрых традиций своих коллег из прошлого, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Наталья Мухина всегда находится в тесном контакте с детьми, для которых она выступает в качестве наставника и проводника в мир безопасного движения. Очередное мероприятие, посвященное вопросам снижения аварийности с участием детей, было приурочено к началу учебного года, когда особенно важно проводить работу, направленную на повышение безопасности детей и подростков при участии в дорожном движении. В рамках данной недели безопасности проводятся массовые мероприятия, посвященные безопасности дорожного движения. Все эти мероприятия будут проводиться как с пешеходами, так и с водителями. За время летних каникул дети немного отвыкли от насыщенного дорожного движения. И цель мероприятия с детьми – это напомнить им, как правильно себя вести на дороге, как правильно безопасно переходить дороги. В самом начале Наталья Мухина напомнила ребятам о требованиях правил дорожного движения, которые они обязаны соблюдать, находясь на улице. Каждому из них были вручены информационные памятки, адресованные пешеходам и водителям, в которых обозначены правила перехода проезжей части дороги, перевозки детей в автомобили, поведения на дороге велосипедистов. Сегодня мы будем с вами проводить беседы с водителями, так как наступила школьная пора. Мы напомним водителям, чтобы они были предельно внимательны при проезде пешеходных переходов, чтобы вас пропускали. Юные инспекторы дорожного движения с энтузиазмом принялись за дело. Выученные на зубок рекомендации звучали для каждого водителя, кто был остановлен в этот час, пока проходила акция. Автомобилисты откликались на напоминание из уст ребят с благодарностью. Вот так каждый раз можно проводить, чтобы именно водители не забывали, что пешеход главнее, и что водители тоже должны уважать пешеходов. Во время проведения акции особое внимание было уделено вопросу о запрете и пользовании гаджетов и наушников на проезжей части дороги. Организаторы также напомнили о необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток и условиях недостаточной видимости. Дети пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и аккуратными. Соблюдайте скоростной режим. Будьте в дизельной дороге. При повороте включайте поворотник. Когда светофор красный, нельзя переходить дорогу. Когда ты хочешь переходить дорогу, надо ждать, когда машина остановится и переходим. Надо переходить на зеленый цвет. Когда переходишь дорогу, доставай телефон. Переходите дорогу на пешеходном переходе. Перед тем, как переходить дорогу, нужно посмотреть направо и налево, а потом только переходить. Фатима Даурова, Ринат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия. Ощутить величие Кавказа в каждой картине. В Институте культуры и искусств КЧГУ имени Умара Алиева функционирует выставка «Южный модерн», где представлено около ста работ авторов из разных уголков Северного Кавказа, а также Москвы и Севастополя. Данная экспозиция призвана отразить современные культурные процессы на Кавказе. В мир изобразительного искусства окунулся и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь каждый может насладиться культурным многообразием Кавказа через удивительные работы художников. На выставке представлено около ста работ – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура и фотографии. Данный проект, задуманный как многолетний цикл, призван исследовать и отразить современные культурные процессы через призму изобразительного искусства. Разные жанры, разные техники исполнения, разные тематики, они, конечно же, и разные школы, конечно же, они обогащают наше представление о нашем искусстве, в данном случае о южном модерне, да. И я думаю, что это будет очень полезно и для студентов наших, непосредственно специализирующихся в изобразительном искусстве, а также для всех любителей. А те, которые случайно попадают, тоже станут любителями и ценителями высокого искусства. Автор данного проекта, который собрал все эти работы, почетный член Российской Академии Художеств Александр Рубец, подчеркнул, что в этих работах прослеживаются характерные черты модерна, пропитанные духом юга, яркими красками, глубокой эмоциональностью и неповторимым кавказским колоритом. Здесь представлены работы художников юга России, со всех регионов. В выставке участвуют художники разного уровня, и академики, и народные художники, и те, кто начинает свое творчество. Здесь разнообразие и стилей, и техник, и, конечно, это получается такой срез нашего творческого художественного процесса юга России. Выставка получилась очень интересной, разнообразной, она привлекает большое внимание. Нам приятно в стенах нашего института проводить такую выставку, и мы уверены, что наши студенты получат возможность своими глазами увидеть мастерство именитох художников Кавказа, отмечает директор Института культуры и искусств КЧГУ Наталья Кириченко. Студенты, школьники, просто жители города сюда приходят, у них есть возможность сюда вернуться, пережив, скажем, ночь или несколько дней с впечатлениями от какой-то работы, еще раз на нее посмотреть, и эта работа раскрывается по-новому. И тем самым получается, душа человека, она и отдыхает, и развивается. Как раз те самые моменты, которые часто не хватает. Для нас это прекрасная возможность оценить творчество настоящих мастеров изобразительного искусства. И мы остались под глубоким впечатлением от увиденного, уверяют студенты университета. Мы немножко помогали с организацией, и еще вчера была волна, буря эмоций. Это все очень необычно, особенно работы, которые сделаны из горячей эмали и меди. Мне очень нравится, что есть возможность увидеть не фотографии и так далее, а подойти вживую, посмотреть, как эту технику выполняли. С выставкой «Южный модерн» может ознакомиться каждый желающий. Работа экспозиции продлится до конца сентября. Алих Алипшоков, Мурад Джанкезов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В октябре в Карачаево-Черкесии стартует шестой сезон самой масштабной лесовосстановительной акции страны «Сохраним лес», которая проходит в рамках нацпроекта «Экология». Лесоводы республики совместно с волонтерами высадят более 200 300 саженцев различных пород и деревьев. К работе подключатся представители органов власти республики, предприятий и общественных организаций, журналисты и волонтеры. В новом сезоне проекта также продолжится высадка плодовых деревьев, а также уход и благоустройство действующими посадками на территории лесничеств и населенных пунктов. Весь инвентарь и посадочный материал будет выдан на месте. «Сохраним лес» традиционно охватит все субъекты России, включая новые регионы, и продлится до ноября. Организаторы акции рекомендуют также предварительно связаться с ответственными по локации для подтверждения деталей. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо на официальном сайте сохранимлес.рф.рф выбрать и зарегистрировать себя на локации и приехать в назначенный день и время. Далее в нашей программе смотрите интервью многодетной семьи Булгаровых. А я с вами прощаюсь. Всего доброго!